Утречка, отличный денек для того, чтобы вернуться в Верайзинг, причем для меня лично эта игра чуть ли не новая, поскольку я оказывается помимо релиза пропустил еще до этого обновление с огромным количеством контента, но теперь игра 1.0 версия на полноценном релизе, добавлен Дракула, возможность превращаться в Паука, новое оружие, заклинания, куча всего короче. Поехали, начинаем играть, максимальный уровень сложности, жестокая, уберу разве что блокировку телепортации, для соло игры это такой вот момент не принципиальный, мне лично будет просто фармить несколько быстрее, ребят, на всякий случай, если вдруг потребуется какая-то помощь, размеры. Все остальные настройки, какие были, такие и остаются, но опять-таки посмотрим, как сейчас гринд у нас будет обстоять, но в целом раньше очень много гринда было, гигантское количество, поэтому возможно сделаем. Нужно лимит сердец замка увеличить также, так пока что вот это все оставляем стандартно-стандартно, единственное лимиты увеличиваем, ребят, ну просто хочется там максимально красиво сделать, да, в будущем, либо еще какие-то вещи, поэтому вот на пятом уровне мы как только развиваемся, лимиты у нас вот увеличиваемся. Лимит высоты, раньше высотности не было, раньше был только один этаж, когда я еще играл, ну и сердец вот побольше. По последнему, ну вроде, вроде все, то есть начательное снаряжение нет, то есть максимальный хардкор, но вот такие вот моменты, которые позволят, может быть, больше креативить, если мы этим будем заниматься. Все, поехали. Станлок Студиос. Все это принадлежало нам. Мы властвовали над этими землями. Мы были повелителями ночи. Да, на русском языке раньше русификатор надо было ставить. Но люди восстали против нас. Мы были свергнуты. Веками мы прятались во тьме. Изнемогали от жажды. Задыхались от пыли. Голодали. Голодали. Но сейчас... Мы снова выходим на охоту. Верайзинг. Так. По... Почему заблокировано? Это, видимо, нельзя будет в будущем менять. Но мы пока что давайте создадим персонажа. Все, заблокировать это при нажатии кнопки рандома. Этот параметр непосредственно заблокирован будет. Круто. Все, хорошо. Вот такой вот упырек у нас будет. Дедок упырек. Хорошо. Завершить. Все. Имя тоже у нас есть. Поехали. Чтобы пробудиться, нажмите пробел. Я проснулся. П-в-э-ц. Двигаться. Немножко неожиданно то, что все на русском получается. Так. Левая кнопка мыши у нас удар. Как раз таки. Шифт. Шифт это, видимо, непосредственно по этим перемещаться. Да? Пробел это вот она. Откатывающаяся способность. Становит атака 25% урона. И восстановить 5% максимального здоровья. Угу. Здоровье, видимо, вот оно, да? Запас крови. 7,3 из 10 литров. Добро. А, выход. Или же F. Вообще, обычно англоязычный вариант. Приоритетен. Так, скелетон. Начинаю подгорать. Да, смотрите-ка, горю. Горю, но не горюю. Хорошо. Скелетоны пока для нас слабые. Нам косточки точно нужны, потому что, вон, соберите кости и сделайте костяной меч. Это сделали. Получить. Хорошо. Костяной меч, костяное кольцо. А крысу возьмем. Можно поглотить. Ну, будет гадостная кровь, конечно. На изгой. Раньше была обычная кровь. Теперь кровь называется изгой. Так. Изменили, кстати, несколько. Запас крови. Качество крови. Атрибуты. Господи. Поизменяли. Да, я вообще, в принципе, не помню, как играть. А еще и поизменяли. Шлем бессмертного короля. Костяное кольцо. Я бы тоже, наверное, сразу сделал. И оно сразу мне установится. Предмет создан. Да, вот снаряжение. Это, видимо, скинчики можно будет сделать или что? Раньше такого не было. Но у меня есть меч. Поехали. Косточки собираем. Убивайте врагов костяным мечом. Все, меня ударили. Крысы не убиваются. Но первый урон получен. Насколько я понимаю. Вот, исцеление кровью. Ага. Получить. Это контрольно зажимаем. Новая ячейка заклинания. Поразите врагов теневым выстрелом. На К. К русское. Это Р, значит. Ой, слушайте, неудобно. А можно поменять язык здесь? О, смотрите. Сложность жесткая. Множитель добычи. Множитель потери прочности. Урона. Здоровье. Урона этого существа свекровью. И уровень у них больше. Свекровь жесткие. Ладно, как поменять не нашел. Поэтому пусть будет. Сейчас повспоминаем немножко, как играть. Потом разберемся. Нужны скиллы на мобильность по-хорошему. Как можно больше мобильности. Копьё даст, по-моему, хороший радиус атаки. Инвентарь. Не безграничный, но мы сможем увеличить. Так, теневым выстрелом. Поехали. Р. Шесть секунд. Отвели они сейчас. Хорошо. Так, могилки надо открывать точно. Нужно пособирать костей, насколько я помню. И понасоздавать предметы нужные. Ремесло. Шлем бессмертного края. Это медные слитки нужны? Хотя, в принципе, мне хватает и на то, и на другое. Снаряды в ближней атаке можно блокировать с помощью контратакующих способностей. А-а-а. Ага. Контратакуйте врагов с помощью кровавого ритуала. И один уже зафиксировался. Найти выход с кладбища. Всё, обучалка у нас закончилась. Поэтому забираем всё, что у нас в саркофагах имеется. И поехали. Контратака в целом штука неплохая. Она ещё, по-моему, меня регенит. 0,8. Эх, теперь надо регениться. Слушайте, не очень удобно, конечно, здесь сражаться. Да, стены нам закрывают обзор. Выход с кладбища как раз вот он. Как-то вращать можно? Можно. Можно вращать, но мы не будем этого делать. Так. Где? Либо западный лес, либо восточный лес. Западный лес, по-моему, интересней. Селиться будем. Вот это, по-моему, медная шахта. Вроде бы. Или нет. Или вот это. Слушайте, ну карта поменялась прям прилично. Вот этого не было. Здесь была только вот такая фитюлька. Вот они, болото. Вот этого региона, по-моему, тоже не было. Как ни странно. Вот эта часть, это чуть ли не... Которая была заблокирована. Ну вот это, правда, я не помню. Это была топовая локация. Собственно, финальный босс раньше находился у нас вот здесь. А получается, вот здесь теперь Дракула. Видимо. Ну, я предполагаю, опять-таки. Поехали. Начнем с западного леса. А там уж посмотрим. Опа. Бурлюньк. Появились достижения. Достижения почему-то слева находятся. 49 достижений в игре. Мы постараемся их собрать все. Так. Открыть рецепт одеяния костяного стража. Ремесло. А вот на кой мне кости нужны были. Конечно. Поэтому давайте сразу костяного стража я и возьму. И сделаю. Поверните камеру, удерживая правую кнопку мыши. Вот меня обучают. Хорошо. Есть Алеша. Алеша нам, видимо, выдаст... Фолицион нам выдаст. Питаться. О! Приятного аппетита. Кто кушает, хомячет, лопает оленей. Эссенция плюс 5. Бурлюньк. Сожрите существо. Хорошо. Что мне дает животное? Скорость движения повышает. Уважаемая. Качество крови всего лишь 1%. Значит, на 3% всего лишь повысилась скорость движения. Но... Уже у нас какая-то особая кровь. Хорошо. Так, ремесло. Появилась грубая шкура. Хватит на перчатки. Потом еще и сделаем ботинки. Максимальное здоровье. Запас крови. Вот появилась новая. Давайте еще какую-нибудь живку найдем. Что это такое? О, это телепорт. Врата перехода. Удерживайте, чтобы телепортироваться. Куда? А пока никуда, потому что больше ничего не открыто. Хорошо. О, собака. Десятого уровня собака. Так, это не то, что я хотел сделать. Но да ладно. Давайте сразу полечимся. На всякий случай. И плюс пока ремесло сапожки. Которые сразу на меня должны стать. Шлем бессмертного короля. По-моему, это у меня из DLC-шки. Что-то в этом роде. Раньше покупал уже DLC. Какого уровня? Олень восьмого. Может быть здесь будет чуть попитательнее кровь. 49%! Уважаемо. Прям реально уважаемо, смотрите. Второй уже. Хорошо. Очень хорошо. Сопротивление солнечному свету повышено. Ну и скорость движения, разумеется, повышена. Так, это указывается мой путь. Сколько я тут пробежал. Наша задача сейчас какая? Взять грубые шкуры. В принципе, вот. Изготовить костяной топор и костяные... Костяная булава. Давай. Топор и булава. Они у меня в другие слоты станут, да? Топоры есть. Два топора. Что примечательно. Растительные волокна нам нужны. Рецепт мазь вредителей. Нужно добыть камень и древесину. Работаем. Можем рубить вот так. Навыки оружия и сбор. Оружие обладает различными навыками. Урон различных врагов. Это понятно, да. Древесинка добывается пока что... Окей добывается, кстати. То есть мы уже добыли приличное количество. Все, это древо срублено. Камни где добыть? Это не... Во! Вот он камень. Необработанный топаз. Такого у меня еще не выпадало. Самоцветы, по-моему, нужны будут для чего-то. Причем не необработанные, а прям серьезные. О! Лазутчик! Так, мы по 5 наносим урона. Парами по 7. Даже 10. А так 8. Питаться. И снова приятного аппетита. Хочу посмотреть, что даст кровь разбойника. Кровь разбойника, вероятность критического удара. 10%. Хорошо. Так, нужно убивать живых существ, чтобы добыть эссенцию крови. Давайте убиваем. Ой, медную руду пока уровень атаки слишком низок. 56% животности. Эссенция плюс 5. Хорошо. Восходит солнце. Все, уровень слишком низок. Так, теперь мы будем подгорать. Пока еще не подгора... Во! Началось подгорание. Да, 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 да. Ух ты! Лося бьют. Двое из ларца одинаковых с лица. Так. С. Пам! Питаться. Съел. Ах ты ж поросенок. Сейчас, надо... Надо напитаться. Тут же есть сосание, нет? Нет сосания. Тогда вот так. Питаться 11%. Конечно, мы лучше будем... Зверьми. Хорошими. Кровь, правда, быстро утекает, что печально. А, ну, у меня, правда, автореген есть какой-то. Так, эссенции 35. Нужно 50. Стоял, отвлекся. А тут, оказывается, ребят пришли. Неожиданные. Сейчас, надо будет налечиться. Вы думаете, я не налечусь, а я налечусь? Хорошо. Так, давайте этот лагерь захватим по Шурику. Вот эти вот А меня так смущают. Так смущают. А питаться? Все, он прицелился туда. Можно спокойно. Монета. Серебряная монета? Или обычная? О, медная монета. Монетки пригодятся, группы и нитки пригодятся. На самом деле, вот в лагерях надо собирать. Нужно ломать, нужно собирать. Так, это я, конечно же, получу. И мне сейчас поручат... Да, нужно построить сердце замка. Но лагерь мы зачистили. Хорошо. Вот в лагерях это чуть ли не основная добыча ресурса у нас будет. Показывается на карте? Раньше показывалось, что в этом лагере, да? Грубая нитка бумага. Хорошо. Замок. Если это медная шахта, в принципе, замок можно строить здесь. Замок можно построить. Вот здесь приличное место, да? Давайте подумаем. Засада волков. Волков. Волки-волки напали. Ф. Давай. Ага. Есть. Панас сожрал. Прочные шкуры тут понадобывались. Грубые шкуры. Стоп. Грубые? Грубые. Непрочные. Грубые шкуры. Кожа это в другом месте добылась. Места, смотрите. Нарисовали мне на карте. Для замка хорош. То есть, вот потенциал для замка, да? Вот потенциал для замка. Но здесь я планировал как раз заселиться. Хорошо. Так, меню строительства И. Это Б, да? Вот. Сердце замка. 30 эссенций крови, значит 20 это чтобы загрузить. Сейчас. Смотрите, друзья. Удалось найти. Чатике подсказали то, что нужно запустить игру, когда у вас английская раскладка. И тогда будет английская. Вот, меню строительства Б и прочее. Ну, мне лично так удобнее, что вполне логично во всех играх, да? Взад вот эти вот, Б, там, Ф и прочее. Мы уже к этому привыкли. Рука автоматически знает куда тянуться, нежели на русский вариант. Вот, поэтому будем с таким вариантом. Так, мне не очень нравится это место. С другой стороны, здесь недалеко есть врата перехода, что неплохо. Давайте их, кстати, откроем. Все, врата перехода. И я теперь, если Ф, видите, удержать. И я могу телепортироваться. Великолепно. Насколько это просто будет? А, взяли и телепортируем. Кстати, загрузка даже быстрая. Используйте вампирские врата. И я не получаю урона на протяжении нескольких секунд. Специально это сделано, если... Вот ты переместился, а тебя там кто-то поджидает. Пять секунд дается на перенос. Хорошо. Медный рудник разбойников. Да-да-да-да-да. Это он и оказался. В данный момент нам не нужно, потому что у нас костяная булава. В бою. Видимо из-за того, что на меня напали. Хотя чертова. А давайте поперебьем тут всех. Коль не шутят о них. Слушайте, они сильные. Я бы лучника в первую очередь убрал. Ого. Они правда сильные? И остался последний товарищ. Так, тут сосалки нету. Мне по-хорошему восстановить здоровье. Это, кстати, здоровяк. Давайте попробуем просто, что дает здоровяк. Он дает высасывание жизни основной атакой. О! Здоровяков по-хорошему. Это у меня будет вампиризм с атак. Прекрасно. Смотрите, сколько мест мне указывает для замка. А вот место для замка, да? Раньше не было, кстати, указания мест для замка. Мне нравится вот эта возвышенность. Хочу туда добраться, посмотреть, насколько это хорошо или плохо. Паукан какой-то. Достаточно сильный. Прямо реально сильный, кстати. Может, это элитный враг какой? Может, мне его еще рано убивать? Ты что, дружище? Ух ты! Он меня закоконил! Я выбрался. Он меня закоконил, и из-за этого маленьких паучков миллиард наспавнилось. Слушайте, он меня убьет таким образом, если честно. Маленькие паучки задушат. Мишка косолапый вышел. Воевать. Можно попитаться. Можно убивать. В кости. Медвежуть. Медвежуть попроще. Но все равно в 18 уровне так-то. Давайте выпьем животное это. Хотя, мне лучше добить, потому что я могу сосать основной атакой. А так я не смогу сосать основной атакой. Так, использовать исцеление крови, чтобы преобразовать кровь в здоровье. Да. Мне не нравится, что здесь ходит кто-то. С какого перепугу они это делают, я не пойму. Все, мы сейчас до ограничения дойдем. Все, дошли. Дальше уже сами полечимся. Тут правда кто-то ходит, плюс какие-то такие тараканы неприятные. Слушайте, тут даже розы растут по дефолту. Кровавая роза. Очень хорошо. Кровавая роза. И больше, в принципе, ничего. Но медный рудник под боком. Действительно, есть лагерь, бумага, грубая шкура, бумага. До каких-то ключевых начальных моментов тоже недалеко. То ли это кладбище, да? То ли здесь как раз таки оно располагается. Пойдет, ребятки. Давайте где-нибудь здесь и начнем располагать наш замок. Где лестница? Лестница вот она. Давайте я даже срублю вот эти деревья для начала. И мы где-то тут расположимся. Вот зараза. Он правда на меня напал? Я же не готов к тебе, друг. Я не готов. Во всяком случае, морально. Да и физически не готов. Как плохо, контратака сработала. Давай. Хорош. Ах ты. Он потом, я боюсь, будет призывать еще. Слушай, он что-то это... Ого. Он прям усилился. Не, я не готов к такому. Ну нафиг. Серьезно, пока не готов. Чуть позже мы к нему придем, когда задание будет. Пока что просто убежим, хотел сказать, но нет. Вас сбили. Неожиданно. А давайте начнем с вампирских врат перехода. Кстати, на правые. Мы их откроем. Это неплохо, то что мы умерли. Это неплохо, потому что мы откроем вампирские врата. И пока я дойду, мы откроем еще что-нибудь. Так, а воин? Интересно, сколько даст. Тут прям неожиданно мне ловушку устроили. Прям очень жесткую ловушку. Так, удерживайте, чтобы открыть. Я к сундуку подхожу, а он здесь, представляете, из инвиза меня взял и резанул. Пагубный порыв какой-то. Модификация заклинания. Раньше никаких модификаций не было. Ну, когда я играл. Кто-то может рассказывать, конечно. Ой, да это давно. Ребят, верю. Я играл настолько давно, что этого всего не было. Поэтому, что для меня лично новое, я вот и говорю. Оно новое для меня в первую очередь. Так, грубую нитку возьмем. Физическая сила увеличена. То есть, я дамажу больше. Хорошо. Телепорт. Нужно к нему подойти, ведь, чтобы открыть. Вот, обнаружена область. Врата перехода Фарбейн. Прекрасно. То есть, мы нашли еще одни врата телепорта. Раз, два. Треться, третий четыре. Возможно, на начальной зоне это все. Я бы не удивился. Вот, есть лагерь торговцев. Темный перекупщик трав и зелий. Темный перекупщик книг. Темный перекупщик самоцветов. Темный перекупщик припасов. Раньше таких, ребят, не было тоже. Это я могу что-то у них покупать, видимо. Или продавать могу. Новые припасы через 53 минуты. Купить. Это купить. Да, это купить. За монеты. Продавать я вроде ничего не могу. Самоцветы перекупает. Книги. Ага. Травы и зелия. Прекрасно. По идее, надо недалеко от лагеря тогда селиться. В принципе, вот здесь есть места. Но здесь далековато. Здесь все-таки, будем честны, далековато от медной шахты. Да. Да. Поэтому имеет смысл поселиться где-нибудь вот здесь. Либо здесь, кстати. В принципе, место неплохо. Торговец. Тут можно. Ну, от меди нужно. Поближе к меди. Либо опять-таки здесь, где я расселился раньше. Так, поднимается контейнер вот таким образом. Хорошо. Ой, торговец на самом деле это очень важно. Правда важно. Тут, в принципе, есть место. Но далековато. Хотя, ну, недалеко, да, от вейпоинта через лагерь разбойников пройти. Тут можно опять-таки вейпоинт, торговцы, медь плюс-минус недалеко. Либо же здесь. Здесь маловато места по ощущению. Здесь вроде бы неплохо. Надо подумать. Смотрите-ка, новые врата перехода. Раньше не было. Раньше, по-моему, было четыре. Теперь есть пятый. Как раз. Селимся, короче, где-нибудь здесь. Либо здесь, либо здесь. Может быть, и здесь как раз, да. Врата, в принципе, недалеко получается. Поблизости у нас крепость. Это вот босс тут наверху, который щит нам даст потом. Тут есть поблизости забытое кладбище. Будем фармить могильный прах. Хорошо? Хорошо. Соответственно, недалеко медный рудник тоже хорошо. Пщерный ход. Это здесь вход, что ли? Мне казалось, только здесь вход. Не суть. Торговец, купец, плюс-минус недалеко. И от одного и от другого, ну, плюс-минус. На крайняк можно. Сюда спрыгнул, телепорт. Раз, дошел. Правильно? Вернулся к телепорту. Тут тоже от телепорта взял, дошел. Удобно. Мы как раз рядом с точкой телепортации. Это хорошо. Это мне прям зашло. Зашло. И отсюда, и отсюда без разницы. Давайте сейчас определимся. А что даст разбойник? Давайте вспомним. Разбойник дает вероятность крит-удара. Хорошо. Какой-то лагерь не санкционированный был. В принципе, место отличное. О, тут, кстати, старое сердце замка, да, чье-то. Можно его раздолбать и получить с него как раз-таки камень. Хорошо. Значит, здесь был чей-то замок. И мы вполне можем соорудить свой замок где-то здесь. Работаем. Сердце замка. Вот как раз на его же место. Пойдет. Бурлюньк. Превосходно. Ачивка. Я так привык, что ачивки справа, если честно. А тут ачивки слева выходят. Так, сердце замка. Его нужно запитывать, конечно. Ну, давай всю эссенцию пока сюда впихнем. Че нет? Это один день, 15 часов нам хватит этой эссенции. Улучшить сердце замка. Как? Нужна кожа, медные слитки. Слиток у меня один из какого-то лагеря, видимо. Хорошо. Получаем. Дальше. Расширьте свои владения с помощью полов. Защитите территорию, размещая полисады. Так, строительство, видимо. Полы. Неровный пол из камня. Погнали ломать. Так, еще полы. Раз. И два. Размещая полисады. Стены. Стены. Полисад. Откровенно говоря, мне они сейчас, да и в будущем, так-то нафиг не нужны. Поэтому мы их поставим и уберем потом. Ну, правда, пока что в них надобности нет никакой. А-ля тень. Я понимаю, что тень. Ну, такое. Вход в полисад. Можно, конечно, разместить вход. А, надо будет крышу же потом ставить. Это потом. Это потом уже. Так, стены, стены. Верните, пожалуйста. Стены. Полисад. Ну, давайте я здесь один поставлю, чтобы был какой-то у меня проходик. Пока расставим таким образом. Так, деревянный гроб. Малый сундук. Сумеречную жаровню. Добро. Производство. Деревянные гробы. Вот я могу поставить сразу призрачные ночи гроб. Хорошо. Пусть будет такой. Могу ставить, кстати, где угодно. Это приятно. Давайте поставим недалеко от сердца замка. Прямо здесь. Потом его, если что, можно переделать. Сумеречная жаровня. Это, наверное, жаровня тумана. Кости там потребуются. И мы сможем нормально жить в этой области. Жить и не тужить. Плюс-минус сюда увеличим свою площадь. И будем там уже ставить нужные вещи. И малый сундук. Вот с сундуками есть проблема. Так, как повернуть? Повернуть влево, повернуть вправо. Показывается даже вот это все, да? В принципе, сундуки, конечно, у этой стеночки было бы неплохо. Ну, давайте. Первый сундук пусть будет здесь. Получить. Малый сундук. Действительно малый. Повышайте уровень снаряжения, изготавливая более мощные предметы. Лесопилка и простой верстак. Вот я и хочу здесь. Вот в жаровню косточки. Как часть переместить? Правая кнопка мыши. Это в принципе... Так, а если... Вот, колесико можно нажать, это часть. Можно вот взять все, быстрая отправка. А вон, разделить было, да? R... Нет, средняя кнопка мыши как раз разделить. Но разделяется только вот таким образом. Ладно, кости, которые горят. Можно ее выключать. Раньше, по-моему, такого не было. Мы убирали именно косточки. Ладно. А я это не снесу. Слишком низкий уровень. Сюда тогда поставим. Не проблема. Так, на простой верстак нужны доски. Для досок нужна гигантская просто умопомрачительных размеров лесопилка. Ух! Намучимся мы с этим, конечно. Ладно, пока тут лесопилка. Лестачок, может быть, где-то тут поставим. Я бы этот палисат убрал. Вот правда. Можно? Как убрать? А вот, смотри. Снести. 100% ресурс вернется. Хорошо. Хорошо. Уберу. Пока не нужны. А место мне нужно. Лесопилка. Древесину хотя бы половину. Ох ты! Ну, выглядит немножко иначе. Давайте мы положим. И что-то обрабатывается. А вот как раз рецепт. А все рецепты выбраны, да? Все рецепты выбраны. У меня будет перерабатываться, ну потому что просто дерево, да? Тут какая-то глумская древесина, священная древесина, проклятая древесина. Потом из досок плюс железных слитков будет усиленная доска. Но мне нужны обычные доски. Сколько досок? 20! 20 древесины на одну доску. Жесть. Забирай все. Максимальный стак косарь. Нам нужно, по-моему, 8 было досок. Давайте строимся. Ремесло верстачок. Я надеюсь, будет подсасываться ресурс. Иначе было бы грустно. Давайте верстак за сундуками и построим, правильно? Вон у нас сундуки. Вот у нас верстак. Чудеса. Надеюсь, взаимодействовать с ними можно будет. Да, с малым сундуком пойдет. Оббежали и построили. Вот. Усиленные костяны. Усиленные, усиленные, усиленные. Для этого всего нужны... Ну для этого грубые шкуры, кстати. Всего лишь. У меня их хватит. Я могу все доспехи сразу в очередь запихнуть. Очередь это удобно. На это нужны медные слитки. Хотя тут грубая нить и кожа. Но кожу я пока не умею. Я бы взял сначала топоры. Для того, чтобы древесина была. А дальше мы возьмем и меч, и булаву. У них будут свои скиллы. И мы сможем их в том числе использовать. Так, это я все забрал. Топор у меня заменился. Скиллы... А, скиллов не появилось. Но по идее, я должен хотя бы быстрее добывать древесину. Ну и конечно же, необходимо поблагодарить наших дорогих, замечательных, потрясающих, великолепных бустеров. Ведь без их поддержки, ни этого ролика, ни других, что выходит сейчас на канале, не было бы. А тех, кого еще нет в списке, приглашаю присоединиться по ссылке в описании. Вступайте в семью. Ведь семья, это главное.